Друзья, хочу вам раскрыть небольшой секрет. Однажды, выезжая на курорт, я решил убрать со своего лица волосяной покров. Ну, то есть полностью побрить усы, бороду. Знаете, что сказали мои знакомые? Что случилось? Для них это была трагедия больше, чем для меня. Сегодня в пивном театре Альберна Героев Труда вечеринка бар-бир-шоп. Для одних это бар-бир, где можно в баре петь пиво. Для других это салон мужской красоты. И мы постараемся выяснить, что для мужчин быть ухоженным и зачем женщинам нарушать традицию мужчин быть брутальными. И во всяком случае мы будем понимать, что мужчина красив уже от природы. Так как ведущие программы Казах. Мне кажется, что вы до неприличия ухожены. Ну, мы же просто идем в тренде, понимаешь? Ну, ты видел молодежь? Я сам молодежь. Я вот хожу по улицам, смотрю, как все одеваются, все как вот прически делают. Поэтому я думаю, чего бы и я не сходил бы в бар-бир-шоп, дабы быть красивым, чтобы в Альберре люди приходили и смотрели на вот такую вот красоту. Сейчас столько мужчин, которые не следят за женщинами, а следят сами за собой. Что скажешь по этому поводу? Мужики в тренде, я не знаю, не все хотят хорошо выглядеть. Потому что очень долгое время девушки только ухаживали за собой. Ну, в целом, я как парень, который в индустрии красоты, я понимаю. Я почему, в принципе, перевелся с мастера универсалок. Комфортнее вообще, в принципе, общаться с мужчинами. Да и их очень много, желающих себя держать с иголочки. То, что вы так выглядите, это от чего тогда? Это с ним пообщался, с трендовым, модным парнем, знаешь. Оно как по воздушно-капельному. Он об меня потерся, у меня раз уже ботинки появились. Что-то говорит, эй, привет, рукой подержались, бам, ширинка до колена. Не знаю, наверное, буду подвязывать я с ним общаться, с этим человеком. Сейчас мужики, мало того, что они все сволочи, так еще и настолько за собой ухаживают, делают маникюр. Педикюр. Некоторые даже делают депиляцию. Как вы относитесь к таким? В какие-то моменты, когда семейного бюджета деньги берет жена на маникюр, то ли мужчина, то, наверное, это уже какой-то конфликт происходит. И это, наверное, уже не должно быть так. Ну, я так подозреваю, что для вас это больной вопрос. А как ты относишься, как человек, который в тренде, я понимаю, к коротким штанишкам и туфлям без носка? Ну, смотри, в данный момент у меня короткие штанишки. Сейчас вообще ходят вот так где-то. И тут носки вот досюда, вот тут с марихуаной. Ты знаешь, почему это так делается? Вспомни, когда тебя мама одевала в школу, сколько было проблем, чтобы померять брюки, подшить брюки, подшилить. А сейчас взял, подвернул из разряда и ты походишь, и младший брат доносит, еще и папа в футбол поглядет с мужиками. Вы из какой страны? Мы из Турции, из Турции. Турецкие мужчины, так же, как наши, любят за собой ухаживать. Ну, конечно, да. Для того, чтобы выглядеть красивыми, бодрыми и счастливыми. Многим девушкам нравятся брутальные мужчины, но брутальность, это прежде всего, органичность. То есть, мужик должен быть мужиком. Мужик должен быть ухоженным и брутальным. Девушку очень возбуждала волосатая грудь мужчины. Да, было. Ну, вот представьте, мужчина вас обнимает, а у него депилированная грудь. Ваше ощущение? Нет, не то. Нужен быть настоящим мужчиной, чтобы от него пахло мужественность. У нас скоро будет вечеринка месяца, 25 мая. Да, очень классная вечеринка. Каникулы Бонифаци. Это легендарный мультфильм. Вот с этим львенком, с бабушкой, которая ждет его. Это же 25 мая, это уже каникулы. Все детишки отправляются куда? Бабушке на каникулы. Собирать деньги на ведущих последнего звонка. Это тоже, да. Есть хороший ведущий, если интересует. Он как раз будет бабушкой. А еще самое главное, потом же у нас 26-го. Финал Лиги. Чемпиона!